Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории. Все это о Елене Копиловой. На днях Владимир Путин наградил ее почетной грамотой президента за заслуги в сфере здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Более 20 лет Елена преподавала в медакадемии, выпустила более 2000 высококвалифицированных специалистов. С 2013-го занимает пост замглава врача в областной детской больнице. Вот эти 5 лет, которые я работаю здесь в клинике, я формулирую так, что то, чем я сейчас занимаюсь, мне на это не жалко. Ни времени, ни сил. Потому что это жизни, это здоровье детей, это счастье семей. Потому что вы понимаете, что такое болезнь ребенка. Это болезнь всей семьи. Рушатся семьи. Иногда, к сожалению, иногда в момент стресса семьи сплачиваются. Иногда, к сожалению, семьи распадаются. И мы должны оказывать поддержку семье. Весь день Елены Копиловой расписан по минутам. На ней административная работа с документами и консультативная с пациентами и врачами. Ежедневно она обходит несколько отделений и помогает докторам с постановкой диагноза. Зачастую это долгая и кропотливая работа. Ведь в областную больницу обращаются, если в районных и городских медучреждениях помочь не в силах. В 2016-м здесь открыли отделение для новорожденных, которое требует особого ухода. Основателем, строителем, создателем этого отделения была Елена Борисовна Копилова. То есть все начиналось с нее. Отделение было совершенно пустым. Были пустые голые стены. Вот благодаря ее усердию, ее усилиям, труду создано вот это отделение. Елена Копилова уверена, что детки – это особые пациенты. Каждому нужен индивидуальный подход. Неточный диагноз, равно как и неправильное лечение, могут повлечь с собой необратимые последствия. Кроме того, у каждого педиатра всегда два пациента – ребенок и родитель. Одного нужно лечить, а другому – объяснять, помогать и поддерживать. Впрочем, помощь нужна не только мамам с детьми, но и коллегам, которые ценят Елену за высокие профессиональные навыки. Она была замечательным преподавателем. Это человек, который имеет сам углубленные знания по нашей педиатрической науке, по проблеме педиатрии, заболевания детского возраста. К ней относится то, что она не останавливается. Как говорится, есть люди, которые считают так и так, а она должна доказать то, что она считает. И она это добьется. Елена Копилова не сомневается. Ее работа – лучшая на свете. Детский врач для нее – это не профессия или даже призвание. Это целая философия, образ жизни – каждый день помогать детишкам. Когда я в 1976 году поступала в медицинский институт, я в последнюю очередь думала о том, какая у меня будет зарплата. Я хотела быть детским врачом, а мой муж хотел быть взрослым врачом. Вот тут глобальное разделение, я вам могу сказать, что есть люди, которые себе говорят в юношестве, Я буду детским врачом. Вот я всегда знала, что я буду детским врачом. И я знала, что моя зарплата будет 110 рублей. Каждый здоровый ребенок, каждая улыбка счастливой мамочки – лучшая награда для Елены за ежедневный труд. Она благодарит своих учителей и своих коллег, которые днем и ночью стоят на страже здоровья самых юных ивановцев. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.